Подтянул я нож и смотрите, лайнер встал на свое привычное место Потому что было прям видно, что в расхождении такой люфт появился Сейчас люфта опять нет У меня перчатка запутывается Может быть чуть-чуть я перетянул, да, потому что все дело в перчатках Но сейчас давайте проверим, как она режет С точки зрения удержания, безусловно, лучше Но и с точки зрения реза, несмотря на вогнутые спуски, режется куда комфортнее Слушай, оно по-другому режется, да? Совсем по-другому Там у тебя крошилось все, это когда это... Ну, это, Кость, на самом деле, говорит о том, просто какая сталь, какую остаточную остроту имеет После всех наших с тобой действий Потому что здесь затупление, я такого не вижу Ну, и не заминов, естественно, не такой... Нет, безусловно, на кончике есть замины от того, что открывали банку Безусловно, они есть Но, допустим, от батонинга Да, ну, вот можно вот тут посмотреть даже на... Я думаю, на частоту срезов Вот От батонинга здесь, вот, обрати внимание, на кромку Вот, на две кромки Вот она, видишь, она вся вот блестит А здесь только блестит вот этот кончик, которым мы работали По жестяной банке Видишь? Ну, так Блин, мне вон тот замин прямо в голове Ну, как бы, разные железки Блин, смотри Я его вот так мотнул, хорошо там был не палец Ну, ребят, в принципе, вот как-то так, я думаю Я думаю, это что-то как-то показательно, наверное Здесь все встало на свои места Здесь все по центру Шпенек мы прям руками закрутили, все нормально Его не повело Вот такое пощелкивание достаточно сильное Вот такое, вертикальное Горизонтального люфта, как не было, так и нет Механика, ну, вот, опять по перчатке мне бьет Ну, как бы, хотите, можем для прикола Не знаю, попаду я вот сюда или нет Посмотреть, как работает стеклобой А вот я вам скажу, стеклобой здесь вот так работает достаточно удобно Может быть, это не нож, может быть, это стеклобой со складным ножом Ну, опять же вот Прикольно, что я могу сказать? Прошивает, дай боже Да А, кстати, рукоятка сама страдает от этого, знаешь, на некоторых ножах бывает Ну, да, например, есть блюры со стеклобоем Там бы уже все было просто в хламину, потому что там алюминий Я пальцем вот так протер G10 и вроде как и следов нету При том, что я не знаю, попробуем навести фокус, Костя Я думаю, будет видно, что кончик стеклобоя чуть-чуть выделяется по оттенку Вот, близкие такие Что у него, как бы, кончик каленый Нет, солнце, 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 которого нет Ну, что сделаешь? Попытались Вот, ну, что ж Я думаю, более чем понятно Я думаю, что после того, как Ну, да, вот посмотрите на выработку вот этой гонки упорной вот здесь Что я думаю, что после ее прокручивания вокруг своей оси проблема уйдет Поэтому даже с открытыми замками, ну, в принципе, все неплохо Единственное, что все-таки D2 от стелкло предпочтительнее И Резус меня тоже крайне радовал, при том, что он спущен от обуха Здесь, несмотря на все мое скептичное отношение к ножу В процессе вот такой вот какой-то работы Оно у меня поменялось в лучшую сторону Вот, поэтому, ну, как-то так Знаешь, даже у меня есть, по-моему, с собой бумажка Прервись на секунду, мы проверим остаточку Ну, ветерок, я не знаю, получится или нет Она еще оттырела, наверное Да В принципе Да, как бы по сырой бумажке, которую на ветру колошит Здесь, честно, даже не знаю Давай, удиви, удиви меня О, ты меня удивил Ты меня удивил, реально Да, наплывает, но все равно реже Прикольно Ну, я думаю Значит, все так, как стану сам Ну, это перчатки Это перчатки Лучшие перчатки, не пальцы Поэтому вот такое получилось видео На берегу Японского моря Оп, еще раз У нас вот Японское море Смотри, Костян, сколько чая Что, вспомним молодость? Да, давай, приколимся Еще небольшое включение Как вы видите, покрытие ножа Стелко щит В принципе, пережило Ну, достаточно хорошо Данное испытание Никаких блесков металла нет Есть небольшие потертости На самом покрытии Там, где оно работалось Но, в принципе, на этом все Вы видите, вот эти черные точки Это, ребята, поверхностный питинг Который появился буквально За вчерашний день И за ночь Что где-то плохо вытерли нож Вот появился вот такой поверхностный питинг Вот, с ножом Гадюка Со сталью D2 Таких проблем не наблюдается В связи с этим Есть интересный момент Я сейчас хочу Повести тест на коррозильную стойкость Опять же, в те же самые сроки Сейчас у нас 10 утра Вечером при заходе солнца Когда еще будет позволять свет Я хочу доснять Сейчас делаем следующее Я возьму бумажное полотенце Обмотаю клинки И залью их лимонным соком Посмотрим, что будет к вечеру Итак, давайте же взглянем Что же у нас произошло за несколько часов С нашими заготовочками Ну, как заготовочками За уже поюзанными ножами В агрессивной среде Забавно Д2 теперь выглядит вот так Вот так вот Д2 теперь у нас выглядит вот так Причем, ну, как бы это вот так вот Не смыть пальцами Это все навсегда Так, теперь интересно Что же тут у нас С нашим Так Ну, здесь на самом деле А, здесь ничего нету Покрытие работает великолепно Просто Новых точек не добавилось Единственное, что У нас появилась вот тут На царапинах ржавчина Ржавчина эта появилась Наверное, скорее, ребят Из-за того, что Ну, не знаю Наверное, скорее всего Это из-за того, что Здесь все было мокрое Не высыхало А здесь все-таки Оно подсохло Я думаю, что Будет еще интереснее Если это вот так разложенным Оставить, допустим, до завтра Ну, или хотя бы еще На несколько часов Я, наверное, так и сделаю Положу их куда-нибудь Вот так К тещу в цветочные горшки Аккуратно И через несколько часов Досниму Мне показалось Мало лимона Я решил все это дело Еще и замочить С солью Ну, и вот так вот На Д2 у нас Выступила ржавчина Вот так вот Все это выступило Ну, и вот тут Мы видим, что Сквозь покрытие Тоже Рыж проступила Сейчас я хочу проверить Насколько все плохо Я сейчас все это дело Помою И натру флицем Посмотрим, что будет Итак Протер я Наши многострадальные Клинки Флицем Ну, и смотрите Что мы видим Значит, флиц Это безабразивная полироль Химическая Мне удалось убрать Следы ржавчины Но вот эти следы Именно протравленные Остались достаточно глубокими И они не уйдут Без полировки Потому что Ну, достаточно глубоко Лимон поел Эту Д2 Да Вот так это выглядит В общем Как-то вот так Ну, а представьте Каково было мое удивление Когда я поработал Флицем здесь И не только Смог убрать Все царапины И все остальное Единственное Я вот сюда просто Не подлез Потому что я не скручивал Шпенек А Есть ощущение Что как-то вот Как будто даже Покрытие восстановилось Ребят Это, конечно Меня Покрытие прям Порадовало Вроде бы Такой недорогой нож Но настолько Качественное покрытие Что Единственное Что оставило на нем Следы Это вот тут Когда я его точил Это Ну, получается Алмаз Да И вот здесь Это алмазная крошка А вот все Что мы работали С жестью Со всем остальным Следов Ну, практически Нету Да Что Я его помыл Да И вот сейчас Пальцем проводишь Как бы даже Ничего не видно Что-то вот Следы от пальцев Поэтому я Крайне удивлен Вот этим покрытием Что покрытие От Steelclaw Конечно Рулит Тут ничего не скажешь По ножам Я думаю Вы все видели Каждый Сделает выбор С точки зрения Стали Д2 Меня куда больше Порадовало Очередной раз Здесь очень Порадовало Покрытием Вот Ну и Мне этот нож Больше нравится По дизайну Этот я Оказалось Что недооценил И в итоге Нож оказался Гораздо лучше Чем я думал На этом Наверное И все Всем спасибо Пока